Когда мы говорим о буллпапе, то это будет Штайр или Тавор. Но сегодня магазин-прапорщик с особым цинизмом представляет вот сие китайское чудо от компании Норинко. Модель Т-97. Кстати, ничего не говорит. Ну, большинству, наверное... Но мы должны понимать, что Норинко это один из самых крупных, может быть даже самый крупный... Когда вы слышите Норинко, вернее, когда вы слышите, что это китайская винтовка, не надо воспринимать, как будто это китайская винтовка. Китайская продукция и продукция компании Норинко это несовместимые... Хотя есть и нюансы. Есть нюансы. Но если мы говорим, допустим, про самую популярную в Украине модель Норинко SQ, то это армейская винтовка, объективно армейская, которая стоит на вооружении. Но у нее тоже есть проблемы. Например, когда мы покупаем эту винтовку, у нас сразу идет на слом магазин и обвес. Ни о чем. Вы купили магазин вот так? Или выкинули, или спрятали куда-то? Это Китай. В общем, владельцы передали комплектом. И взяли какой-то макпул. Они делают М4, они делают Кольт 1911, СКС, пулемет, калашник, РПК они делают. Они делают очень много вещей. И в том числе вот сие изделия. Изделия, да, в Булпапе. Ну, именно изделия. Мне лично конкретно эта винтовка вообще не нравится. Чем? Первый предохранитель, а конкретно его размещение. То есть эргономика? Ты где-то там что-то, как-то, в непонятной ситуации. Тут все-таки приходится, тебе говорят, открой огонь. Поидись ты. Да хрен его знает, видишь. Потому что предохранитель вот у нас. Причем еще не с той стороны. Или тянуться этой рукой. Или перекладывать руку сюда, сюда, убирать. Подожди, подожди, ну подожди. Предохранитель с другой стороны. Боже, извини, не туда посмотрел. Еще лучше. Еще лучше. Бред, ну просто, просто бред. Просто бред. То есть, ну, я не знаю, какой конструктор это делает. Вот он, да? Да. Вот он. И для чего? По положению файл, по положению сейв. Во-первых, он длинноходный. Ну, то есть, это пол оборота. Да. Во-вторых, это непонятное место. В-третьих, это сам рычаг, не пойми какой. Ну да, согласен. Ну, плюс, сам предохранитель, судя по всему, из пластика. Нет, это не пластик. Нет, металл. Это такой спор, скорее всего. То есть, вот этот момент. Внешний вид. То есть, берешь, там, не знаю, Манлихи Рауг, блин, он крутой реально. Берешь, он крутой. Рауг – это кусок пластика. Спорите. Ничего там крутого нету. Хорошо. Он выглядит, как будто его рисовал третий пластик, блин, посмотревшись звездными. Крутое, мне оно, например, нравится. Нет, Штайр-Ауг крут тем, что он состоит на вооружении. Что он архинадежен. Это первая булка, которая получила широкое распространение. Ну, насчет надежности тоже важно. Он крут тем, что там очень много пластика. И пластик высочайшего качества. Он крут тем, что его делает Штайр. Он крут, крут и крут. Крут, крут, крут. Но по нему там тоже есть моменты. По-любому оружию есть моменты. Ну, не суть. То есть, ну, внешне, например, Ауг и вот это, ну, тут вообще как бы не сравнивать. Мне нравится. Мне и нравится. Хрен его знает. Ну, сколько людей, столько мнений, у каждого своих ломастер. Ну, мушка, конечно, сразу подзамена. А хрен ты ее под замену сделаешь. Как ты ее под замену? Ножелкой. А почему ты целиться-то потом будешь? Красивую мушку поставим. Ты не снимешь ручку переноса. Если честно, да, винтовка странная. Она реально странная. И я вот взял руку, повертел, она сделана под маленького человека. Да, наверное, да. Маленькая рукоятка, не плотная, не полная в руке, а короткий. Сделана под китайцев. Короткий приклад, маленький тыльничек. То есть, ну, реально здесь вот для гориллы только рукоятка для переноски. Моя маленькая рука смотрится здесь вообще миниатюрная. Ну, и, насколько я знаю, украинский пользователь, в принципе, и не оценил эту винтовку. Завезли их еще, дай бог, там почти уже, наверное, два года прошло. Она дороговатая. Ну, в принципе, в 2.2.3 в bullpipe, то нельзя сказать, что она дороговатая. Но, если сравнивать с булками, то да. Если мы говорим вот конкретно, как направление булки, это, наверное, сама бюджетная. Ну, смотри, если мы берем штайр, то к нему к эргономике, ну, с поправкой на то, что это bullpup, нет. Согласен. Если мы берем товар, то тоже там все адекватно. Но вот этот предохранитель, вот эта кнопочка, это же сброс магазина, да? Да. Вот это же сброс магазина, вот это вот, да, вот это вот. Ну, ладно, сброс магазина. Подожди, это интересно. Возьми в руки, попробуй сбросить магазин. Подожди, во-первых, вопрос, какой рукой он сбрасывается? Правой. Ну, правой. Это я, получается, убираю руку с этого. Ну, странно он сбрасывает. Очень странно. Ну, объективно. Нет, теоретически можно попробовать сделать это левой рукой. Там в шахтах, ну, как в арке, просто вставляешь. Сейчас. Ну, тоже надо навык. Специальный навык. Ну, ладно, это ты на работе. Еще хуже. Не подлежит. Еще, я попробовал уже, левая еще хуже. Да хуже, хуже. Бред. Хуже, да. Как-то так. Плюс она не адаптивная. То есть, чего здесь можно поменять? Ничего. Приклад? Нет. Тыльник? Ну, нафиг. Пистолетная рукоятка, это одна деталь с ложа. ДТКшка, ну, здесь, я думаю, стандартная резьба. Да, 14 на 1 вроде. Ну, если это арочная резьба, то это 1 на 28. Ну, может быть, да, может быть. Мушка, целик, какие-то дополнительные прицельные. Здесь не предполагаются. Оптика, куда? Очень спорная. Да. Позиция очень спорная модель. Возможно, есть какие-то ее фанаты. Китайцы хотели вооружить спецназ или еще чего-нибудь. Ну, черт его знает, что они хотели, но вышло, поэтому вот так. Вот это, это, не что. Сейчас мы, Борис, попробуем это все дело разобрать. У нас много опыт для пользователя китайского стрелкового оружия. Ну, кстати, разбирается довольно-таки просто, неполная разборка. Магазин на время пошел, на время пошел. Да, да. Сзади пин. Только придерживаем, потому что... Да, что вылетает. Снимается тыльник и крышка ствольной коробки. Вот это, одна деталь. Вот она есть. Дальше. Вынимается у нас ударник с боевой пружиной. Возвратная пружина следом пошла. Затворная рама и затвор. Собственно говоря... Неполная, а закончена. Закончена, да. Значит, из интересных особенностей. Данная оружейная система является бескурковой, а ударниковой. То есть, страйкер. Если мы... Ну, подержи, пожалуйста, вот таким вот образом. Значит, если мы понажимаем спуск, то видим вот эту вот деталь, которая является, собственно говоря, шепталом, которая удерживает вот эту деталь, которая является ударником и, собственно говоря, лопашет после срыва с... Вот так вот это у нас идёт. Вот. Вот это на боевом взводе. Вот таким вот образом. Если сейчас нажать спуск, нажми, пожалуйста, там пальчиком, оп, у нас пошёл ударник вперёд. Ну, то есть, курка нет. Это страйкер, ударниковая система. И, соответственно, бьёт вот эту деталь, которая у нас, ну, не знаю, то ли личина, боевая личина затвора, то ли сам затвор. Поворотный. Ну, кстати, вот эта деталь очень похожа на автомат калашника. Да. Очень массивная, массивная, я не знаю, как это правильно, то ли газовый поршень, то ли, то ли, то ли направляющая возвратной пружины, то ли деталь, совмещающая одно с другим. Очень такая массивная деталь. Ну, это, кстати, полая трубка. Сам газовый поршень находится вот здесь. Вот она, вот она, где-то люга, которая находится, ну, там где-то газовый двигатель, вероятно. В общем, сумрачный китайский иений, да. Тут дырки. Вот, собственно говоря, есть газовый двигатель, если мы туда посмотрим. Вот такой. А собирается еще легче? Ну, а двух рук мало, да, для того, чтобы собрать? Так. Затвор с затворной рамой и вот этой хреновиной идет вперед. В направляющие попадаем. Так. Дальше у нас идет возвратная пружина. Давай, давай, давай. Оп. Кстати, обратил внимание, помимо того, что страйкер, очень похожа на WZ-58. Если мы посмотрим, то затворная рама, ну, очень похожа. Вот эти вот три отверстия характерные, да. Ну, и страйкер, опять-таки. Дальше у нас идет ударник. С какой-то, боевой пружиной, да. Опять-таки попадают на направляющие. Дальше самое интересное. Нам нужно, удерживая и придерживая, одеть крышку ствольной коробки. Помоги? Помоги. Я держу. Вот. И заталкиваем вперед. Придерживаем. И толкаем пин на место. Эть. Чуть-то не хочет. Наверное, не дотолкал. Да-да-да-да-да. Теперь пойдет. Оп. Есть. В общем, смысл в том, что вполне возможно, что в наставлении по стрелковому делу китайцы там как-то лапчи с этим разбираются. Безусловно. Ну, не имея опыта, примерно так. Магазин на место. Вот такой вот, конечно, интересный образец стрелкового оружия из Поднебесной. Ежели кто желает купить себе чудо, магазин-прапорщик, город Киев. Ждет вас в гости с нетерпением. С нетерпением, потому что никто не покупает. Есть такое дело. Ну, правда, очень специфичный образец. Безусловно. Я бы сказал, для коллекции, для того, чтобы не как у всех. Ну, если он, кстати, если он отлично работает, то почему бы и нет. Ну, отзывов каких-то реальных не слышал. Почему? Потому что их практически в Украине... Не популярны. Не популярны. Их практически не завозили. То есть, прошарили. Ну, для тех, кому нравится, чтобы не как у всех. Отличный вариант. Ну, да. Ну, да. Ну, да.